Детский дом Виктория 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 Все эти годы Виктория состояла из одного только корпуса. Пищеблоком, да, пользовались, но вот вкладываться в его ремонт не могли. Журналистам объясняют образно, это все равно, что прийти в совершенно чужой дом и начать ремонтировать кухню. Государство вкладывать деньги в ремонт частных объектов не может. Построить новую территорию на своей территории тоже не получается, мало места. О том, что надо переехать, говорили не раз. В 2005 присмотрели на въезде в Беслан большой особняк и все бы хорошо, но перепланировка в соответствии с требованиями потребовала бы больших затрат. Денег, как водится, не было. С идеей расстались. В 2012 снова заговорили о том, что так дальше жить нельзя. Начали искать опять-таки здание и на Реданте нашли здание бывшего профилактория, которое собирались отремонтировать. Называлась Радуга, находится на Реданте, в которое надо было вложить очень большое количество денег. Таких денег то ли в республике не было, то ли вот. Ну, искали, в любом случае искали. Когда в 2016 фонд Лавар построил рядом с Викторией новый спальный корпус, обрадовались. Теперь хоть спать дети смогут в нормальных условиях. Но оказалось, только спать мало. Еще все-таки нужны столовая, классы, комнаты отдыха и административные помещения. В старом здании почти все это так или иначе было. Но тут ключевое слово старое. Журналисты спрашивают, не проще было бы его отремонтировать из хуры тын, а он в промышленном районе, перевести детей в рекреационную зону, в Викторию. Глава Минобра Ирина Азимова отвечает, не вышло бы. Причин называет сразу несколько. В детском доме Виктория нет условий, соответствующих тем требованиям, которые выставляются к условиям содержания детей-сирот, детей, оставшихся без печени родителей. Кроме того, я прошу прощения. Кроме того, в 2016 году я хочу четко обозначить, что в том новом корпусе, который был безвозмездно передан, безвозмездное пользование фондом Лавар, есть только 30 спальных мест. Вот больше детей там разместить нельзя. И когда было в детском доме 36 до 40 доходило в 2016 году, то часть из этих детей ночевали, поправьте меня, Марат Харитонович, ночевали в старом корпусе. А закрывать один из детдомов все же надо, и это хорошая новость. Представители Министерства труда и соцразвития приводят цифры. В 2007 году родительских прав лишили 224 человека. Это значит, что не меньше 224 детей попали в детдома республики. Спустя 10 лет показатели уже совсем другие. 38 лишений. В Виктории динамика тоже положительная. 70 детей. В 2000 и только 20 в этом. За последние 4 года ни одного ребенка в этот детдом не поступило. Журналисты скептически интересуются. В чем причины? Неужели же жить стало проще, а неблагополучных семей меньше? Специалистами труда парируют. Просто за последние 10 лет появились механизмы, позволяющие работать с семьями, которые находятся на грани. Так вот, наша республика по рейтингу регионов Российской Федерации занимала 8 место. Приезжал когда Слюняев, когда он был заместителем еще министра Минрегионразвития. Он об этом говорил. Ну, тогда мы были на 22 месте в 2015 году, по-моему. А на сегодняшний день мы находимся на 8 месте. И для нашей маленькой республики, на наш взгляд, это не просто хорошие, а замечательные показатели. Вопросов много и главный вовсе не о земле и о зданиях, а о детях. А был ли вечер, в который насильно и грубо грузили и вывозили детдомовцев из Виктории? Директор еще раз подтверждает, ни о каком насилии речи и быть не может. На вопрос, почему ночью, повторяет еще раз, долго собирались, возились, ужинали, выехали только в 19.25. Ну, это дети. Это дети. Они не взрослые люди. Естественно, дом, в котором они так долго жили, для них дорог. И те педагоги, которые с ними работали, в том числе и я, очень дороги. Скажу вам совершенно ответственно, значит, 27 числа с утра они лично начали выносить вещи. У нас очень новая мебель красивая, спальные, вот эти вот кровати и так далее, шкафчики. Они лично начали выносить вещи, грузить их в машину и вывозить. Коллега Даурова из Хоретин, Феликс Тменов, подтверждает, детям непросто, нужно время на адаптацию. Но с ними работают, стараются сделать все, чтобы смягчить последствия переезда. Сейчас дети прекрасно себя чувствуют. Они живут, на мой взгляд, в замечательных условиях. За круглым столом и психолог Лаура Таттаева. Журналисты не верят, неужели детские слезы в этой ситуации ничего не значат. Специалист поясняет, конечно, значат. Но только то, что реакции детей на прощание с родным местом в рамках нормы. Те проблемы, которые были, они, еще раз скажу, они абсолютно планомерны в той ситуации, в которой они есть. Это, ну, так, в границах нормы, что ли. Из ряда вон выходящего не было ничего. Любопытно еще кое-что. В соцсетях появилось заявление одного из якобы воспитанников Виктории Яна Фарнеева. Он заявляет, что готов биться за родной детдом, в котором, впрочем, говорят, такого ребенка у них нет и не было. Парней, которого не существует, как вы говорите? Ян Фарнеев, такого мы парня не знаем. И еще одна сторона непростого дела. Куда пойдут оставшиеся без работы педагоги детдома? И что все-таки будет с землей? Ирина Азимова обещает, людям предложат места, а землю будут использовать исключительно в образовательных целях. Но что конкретно построят, пока вопрос. Одно дело планировать, а другое дело иметь возможности. На сегодняшний день, когда уже было принято решение об слиянии двух детских домов, мной было дано поручение, после того, как мы детей переведем, туда заходят специалисты и начинают изучать и сметить необходимые работы, если это возможно, по капитальному ремонту нашего здания. То есть вы точно можете сказать, что эта земля не будет передана? Я точно вам, я точно и со всей ответственностью вам заявляю, что весь этот имущественный комплекс будет использоваться для целей образования. Так как образование – это государственная услуга, значит, соответственно, третьим лицам ничего передаваться не будет. Намерениями НОБРа подтверждает те идеи. В прогнозном плане приватизации республиканская земля не стоит и не будет стоять. На 2019 год мы уже сформировали прогнозный план приватизации. Об этом объекте никаких вопросов нет и никто не ставит вопрос о его реализации. Уже ближе к концу обсуждения журналисты и блогеры соглашаются, услышали ответы практически на все интересующие вопросы. И если и остались темные пятна в этой истории, то теперь после такого диалога их гораздо меньше предложили встречаться чаще и говорить открыто и просто, чтобы, наконец, научиться слышать друг друга. Ольга Цгоева, Карина Гегалаева, Батрас Макеев. Для программы «Подробности». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова